Здравствуйте! В этом видео мы разберем, что делать, если к вам в дверь стучится полиция. В соответствии со статьей 25 Конституции Российской Федерации, жилище неприкосновенно. Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения, помимо воли проживающих в них граждан. Соответственно, в первую очередь убедитесь, что к вам пришел именно полицейский. Попросите его представиться и предъявить служебное удостоверение в глазок, а также назвать цель и причину визита. После того, как полицейский представился, попросите его подождать и перепишите все данные. Сообщите о визите полиции, родственникам или друзьям. Продиктуйте им фамилию, имя, отчество, звание и должность сотрудника. После примите решение, открывать дверь или нет. Если полицейский отказывается представиться, то ни в коем случае не открывайте дверь. Звоните по номеру 112 и сообщите, что неизвестный человек в форме полиции пытается проникнуть к вам в квартиру. Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения, помимо воли проживающих в них граждан. Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, помимо воли, владельцев допускается в случаях. Первое. Для спасения жизни граждан и их имущества. Обеспечение безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Второе. Для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Третье. Для пресечения преступления. Четвертое. Для установления обстоятельств несчастного случая. Таким образом, если в вашей квартире не скрывается преступник, не совершается преступление, нет угрозы жизни или имуществу, а также не произошел несчастный случай, то полицейский может войти к вам домой исключительно с вашего согласия. А что делать, если полицейский говорит, что в квартире совершено преступление или скрывается подозреваемый, хотя это полная ерунда? Записывайте весь разговор с полицейским на мобильный телефон и предупредите сотрудника, что вы ведете запись. Попросите его назвать номер регистрации материала в книге учета сообщений о преступлениях, либо номер в книге регистрации сообщений о происшествиях, дату регистрации и телефон дежурной части, чтобы вы могли проверить, что такой материал проверки или сообщения зарегистрировано. После этого позвоните в дежурную часть и, соответственно, уточните необходимую информацию. Если полиция сказала вам, что такой записи в книге учета сообщений о преступлениях нет, то сообщите им, что в вашу квартиру пытается проникнуть преступник, переодетый в форму полиции. А что делать, если сотрудник полиции просто требует открыть дверь, хотя своих целей не объясняет? Как себя вести? Дверь не открывать. Позвоните по телефону 112 и оставьте жалобу. Если полицейский говорит, что хочет просто побеседовать, то предложите ему оставить вам повестку или уточнить время и место приема. А что делать, если вы уже открыли дверь и впустили полицейского в квартиру? Еще раз попросите его показать служебное удостоверение. Сверьте данные. Помните, что действия сотрудника, проникшего к вам в дом, должны быть ограничены рамками служебной необходимости. Тщательно фиксируйте все происходящее на мобильный телефон. И не забывайте, вы в любое время можете попросить полицейского покинуть квартиру. С полицейским пришли сотрудники управляющей компании. Нужно ли их впускать в квартиру или нет? Нет. Сотрудники управляющей компании и частных охранных предприятий не имеют таких прав, как полиция. Пускать их в дом нет никакой необходимости. Это исключительно ваше дело. Даже если у полицейского есть законные основания войти к вам в дом, вы можете впустить полицию, а всех остальных оставить за дверью. А как поступить, если квартира, в которой я живу, съемная и полицейский требует предъявить договор аренды? Тогда сообщите полицейскому, что это требование незаконно. Аренда жилья помещения – это гражданские правоотношения. И сотрудники полиции не вправе проверять законность гражданских сделок. Поэтому просьбы полицейского предоставить договор аренды незаконны. В каких случаях вашу квартиру могут обыскать? Обыск в квартире проводится только на основании решения суда в рамках возбужденного уголовного дела. В исключительных случаях может быть постановление следователя. Во всех прочих случаях обыск незаконен. Перед началом обыска вам обязаны предъявить соответствующее постановление об обыске, а после вручить копию протокола. Однако, помимо обыска, есть еще такое процессуальное действие, как осмотр. Осмотр возможен до возбуждения уголовного дела. Он может быть проведен в рамках проверки сообщения о преступлении. В теории уголовного процесса осмотр не подразумевает переворачивание квартиры вверх дном, но на практике обыск и осмотр ничем не отличаются. Для осмотра квартиры нужно ваше согласие, а копия протокола вам не положена. А если вы не соглашаетесь на обыск и осмотр, что тогда? И обыск, и осмотр можно провести без вашего согласия по постановлению следователя и по решению суда. Они должны быть у полицейских, если проведение этих процедур поручено им. Решение суда о законности обыска или осмотра вы можете обжаловать в вышестоящем суде. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok